Брестская таможня – самая крупная в Беларуси. Здесь трудятся настоящие профессионалы-специалисты, владеющие широким спектром знаний, успешно реализующие их на практике. Ежегодно ряды таможенников пополняются новыми кадрами, людьми, которые осознанно делают выбор в пользу таможенного дела. Профессию таможенника неслучайно выбрала Александра Ярошевская. Об этом мечтала давно, и, наконец, мечта сбылась. Я давно мечтала пойти в таможню, но мой путь был долгим и тернистом. Слава Богу, все закончилось успешно. И после окончания отработки после университета я уже все-таки пришла на границу, как и хотела сразу же, поэтому я довольно счастлива, что так получилось. Для сотрудника таможенных органов Республики Беларусь самое главное – у него возлагаются обязанности по обеспечению экономической безопасности Республики Беларусь. Также операции таможенного контроля, оформления на таможенные границы. Очень много, на самом деле, обязанностей. Разносторонняя профессия очень интересная. Скучать не приходится. У нас такой интересный пост, там физические лица перемещаются, поэтому с каждым нужно отдельно поговорить, к каждому нужен подход. Есть разные люди, большие очереди, люди нервные, поэтому приходится быть и психологами в каком-то случае. Поэтому, да, интересно. Каждый день что-то новое, каждый день есть что рассказать. Каждый из 22 новобранцев ощущал особое волнение в этот день. Волновались и родители, жены, и мужья, и даже дети. Дать напутствие и поздравить молодых специалистов пришли ветераны таможенной службы. С торжественным словом выступил начальник таможни Сергей Акута. Доброе пожелание новобранцам высказал председатель городского депутатского корпуса Андрей Филанович, настоятель Свято-Николаевского собора протеерей Виталий. Присяга работников таможенной службы, как отмечали все выступающие, события большого масштаба. Принесение присяги является одним из важнейших ритуалов в жизни каждого сотрудника таможенных органов. И после присвоения персонального звания каждый сотрудник присягает на верность своей стране и ее народу. Наше мероприятие символично еще тем, что проходит в день ветерана таможенной службы. И сегодня наши молодые сотрудники, по которым уже судят и будут судить в целом о таможенной системе Республики Беларусь, поклялись, наверное, защищать интересы Республики Беларусь, экономическую безопасность и экономический суверенитет. Ведь не случайно на знамени Кабрестской таможни начертаны слова «За нами родимы». И именно эти слова олицетворяют готовность защищать интересы страны и личную ответственность каждого сотрудника за выполнение поставленных государственных задач. Присягу на верность Родине и белорусскому народу новоиспеченные таможенники приняли у монумента «Жажда». Представители молодого пополнения поклялись честно служить закону и защищать права граждан. Я, Яршеска Александра Ивановна, поступаю на службу в таможенной органе Республики Беларусь, приседаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь святость облюдать Конституции Республики Беларусь, законодательство Республики Беларусь, высоко нести честь и достоинство должностного лица таможенного органа, защищать экономический суверенитет и экономическую безопасность Республики Беларусь. Присяга – это ритуал, который имеет глубокие исторические корни и практически сакральное значение. Это признание человека или его готовность защищать собственный народ и государство. Именно с этой точки зрения стоит рассматривать военную присягу, которую сегодня принимают эти юноши и девушки. Это мнение Никиты Олешко, который глубоко уверен в правильности выбранного пути. Во время прохождения учебной практики мне посчастливилось пообщаться с председателем экономического суда Пулаком Сергеем Фоевичем. В ходе нашего разговора он мне подсказал, что можно пойти служить таможенным органом Республики Беларусь. В тот же день я пришел домой и спросил свое мнение отца, который провел доблестную карьеру милиции. Он сказал, что быть бы служащим – это большая честь для любого граждан Республики Беларусь. И после этих слов я решил пойти служить таможенным органом. Сложности появляются, но мне помогает руководство можно в поста моего, мой отдел и отдельно хочу поблагодарить наставника Дебрикова Владимира Вячеславовича, который помогает мне справляться с всеми трудностями. Я сам служил в органах внутренних дел, отдал 35 лет и 11 месяцев в этой службе. И для любого гражданина Республики Беларусь я считаю, что быть его служащим – это честь и долг перед Родиной. А военным быть – это тоже долг и честь? Конечно же. Я считаю, что каждый молодой человек должен служить в армии, пройти эту школу воспитания и стать полноценным гражданином Республики Беларусь. Видеть вот это все – это волнительно, невзирая то, что он за плечами у меня много лет службы. Но за сына – это гордость. И, конечно же, приятно, что он защищает экономику государства. Молодые люди на начальном этапе постижения таможенного отдела. Но есть уверенность, что они гордо принесут свою миссию, выполняя поставленные задачи на самом высоком уровне. Ведь это профессия, требующая не только знаний и навыков, но и высоких моральных личностных качеств. По зову души и призванию приходят избранные и остаются те, кто верен словам присяги всю жизнь. В этом уверен ветеран Брестской таможни Вячеслав Осинцев, который вместе с другими коллегами в свой день – День ветеранов таможенной службы – пришел поздравить молодых сотрудников. Я очень удовлетворен видеть, что у нас выразило такое поколение, которое сегодня здесь принимало притягу. Я уже сказал, что, в общем-то, мы ветераны так стояли, немножко шептались и говорили, что присяга-то раньше была одна и только у мужчин, и только во время, так сказать, прохождения службы в Советской Армии. Значит, ну, я сделал акцент, надеюсь, что они поняли, что сегодня государство, предлагаю вам присягнуть его верности, говорит о многом, о том, что вы должны честно, добросовестно исполнять свои служебные обязанности. И то, что оно сегодня, вашу деятельность, в основном, конечно, она экономическая, ну, в некотором случае воспитательная, конечно, придает очень большое значение. Мне очень радостно, что мой труд и труд моих коллег, которые со мной стояли, имею в виду ветеран, не прошел даром и, скажем так, они получили хорошее хозяйство. Только выполняю свои обязанности, крутись, вертись. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова